Договор Вайтанги В связи с уже изложенным, Ее Величество Королева желает учтить правительство с тем, чтобы никакие раздоры не препятствовали мирной жизни народов Маори и народов Европы в законе и согласии. В свете этого Ее Величество Королева изволило назначить меня, Уильяма Хобсона, капитана Королевского военно-морского флота, губернатором всех земель Новой Зеландии, как тех, что будут вскоре переданы под ее управление, так и тех, что присоединятся впоследствии и представляют вождям конфедерации объединенных племен Новой Зеландии и остальным вождям на учреждения следующие законы. Во-первых, вожди конфедерации объединенных племен и остальные вожди, еще не присоединившиеся конфедерации, передают королеве Англии управление над своими землями полностью и навсегда. Во-вторых, Ее Величество Королева Англии подтверждает и гарантирует вождям, племенам и всему народу Новой Зеландии сохранение полного главенства над землями, поселениями и прочими ресурсами. Со своей стороны, все вожди конфедерации и все остальные вожди предоставляют королеве эксклюзивное право покупки таких земель по согласованной цене у владельцев этих земель представителям, назначенным королевой в качестве ее агента. В-третьих, в обмен на передачу управления правительству королевы, Ее Величество Королева Англии гарантирует защиту и покавительство всему народу Новой Зеландии, которому также будут дарованы права и привилегии британских подданных. Подписано. Уильям Хобсон, консул и лейтенант-губернатор. Теперь мы, вожди конфедерации объединенных племен Новой Зеландии и остальные вожди Новой Зеландии, собравшиеся в Айтанге при формировании этого договора, который мы принимаем и ставим ниже в знак согласия наши имена и знаки. Подписано в Айтанге 6 февраля 1840 года от Рождества Христова.